Красавица без ума, что кошелек без денег, голосит русская народная пословица. Также посчитали студентки Академии Государственной службы при президенте и провели конкурс красоты, ума и таланта Мисс Ренхикс. Будущие чиновники вышли на подиум и продемонстрировали все свои способности. Помимо грациозной походки на каблуках, девушкам предстояло выступить с речью на серьезную тему – защита окружающей среды. Также участники проявили творческие способности, пели, танцевали и читали стихи. Здесь студенты себя раскрывают, студентки прежде всего раскрывают себя с разных сторон. И сегодня я очень удивлена талантом некоторых из них. Конкурсанток оценивала компетентная жюри, высокопоставленные госслужащие, победительница конкурса прошлого года и, конечно же, директор Академии Валерий Яхантов. Валерий Иванович – ярый болельщик за всех участниц и, к слову, ими очень гордится. Красота и грация. Вот оно. Вот действительно. А к этим двум словам добавляется еще ум. И вот особенно приятно, когда наши конкурсанты демонстрируют стихи или произведения собственного изготовления. Вот это очень здорово. То есть действительно, мы не потеряли у нас творческое начало. Еще раз подчеркиваю, у Курганской области есть будущее. Победительницей конкурса стала студентка первого курса Алена Гольцова. Девушка рассказала, что пришла на конкурс ради творческого интереса, а победа оказалась неожиданно приятной. Это волшебно просто. Я не думала, что я выиграю. Вот так получилось. То есть гордость за себя, за конкурс, за конкурсанток, которые были мне соперницами, но стали подругами. Писали сценарии, просматривали номера и давали советы участникам, выпускницы четвертого курса президентской академии. Девушки подошли к организации креативно и ответственно. Поддержать участниц пришли преподаватели, друзья и родители. А уютная атмосфера в зале не оставила равнодушным никого. Сами девушки признали, что для них конкурс – это возможность проявить себя со всех сторон и доказать главное – ум и красота, красивое сочетание. Мария Серова, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру